для создания чашелистиков пиона необходимо разогреть утюг на максимальную температуру я использую шелковый зефирный фоамиран светло оливкового цвета можно также воспользоваться белым зефирным ширина полоски равна ширине молда плюс 1 сантиметр с каждой стороны как запас прогреваю длину полоски в 5-6 сантиметров на утюге периодически переворачивая фоамиран подготавливаю молд чтобы удобно было хорошо и быстро расположить фоамиран и сразу же накрыть верхней частью вайнером зажимаю плотно на один цветок понадобится три таких элементов соответственно если вы делаете букет делайте из расчета 3 детали на один цветок или на один бутон далее приступим к вырезанию чашелистиков и здесь есть несколько вариантов если вырезать четко по контурам получится один вид чашелистика а если оставить небольшой зазор вот когда вы срезали фоамиран можно оставить немножечко для того чтобы сделать там ложный лист и вырезать таким образом оставляем немного фоамирана делаем такой дугообразный срез и далее по контурам когда мы раскрываем чашелистик уже подправляем все что нужно убрать таким образом у нас получается чашелистик сложным листиком продолжаем вырезать и зависимо от того остался ли фоамиран сверху над чашелистиком делаем ложные листья не нужно делать такой листик на каждом чашелистики но иногда я их оставляю так выглядит реалистичнее для создания листьев я использую шелковый светло оливковый фоамиран истонченный как истончить фоамиран ссылку оставлю под видео прогреваю на максимально разогретом утюге изначально беру отрезок фоамирана чуть больше по одному сантиметру со всех сторон нежели молд хорошо прогреваю и с помощью вот так губки помещаю на молд и по всей поверхности стараюсь прижать чтобы проявилась фактура как видите моя губка обтянута высушенной влажной салфеткой для того чтобы скрыть фактуру губки снова обжимаю деталью фоамирана губку прогреваю ее на утюге и хорошо обжимаю по молду вырезаю по контурам два тройных один двойной и из тройного делю на сектора по одному маленькому листику далее подклеиваю проволоку в бумажной обмотке номер 26 или 28 к спинке листка для этого с помощью силиконового клея я промазываю проволоку разогреваю утюг при этом в режиме 2 и прижимаю к спинке листка сверху я оставляю обычно около двух сантиметров и все остальное подклеиваю бывает так что где-то что-то не подклеилась поэтому чтобы все эти огрехи исправить я прогреваю на подошве утюга и снова прижимаю пальчиками расправляю лист и вот так должно получиться на проволоку подклеиваю все тройные и двойные листья те которые я разделила по одному подклеивать на проволоку не буду и и и Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы придать фактуру лепесткам, я изначально беру истонченный зефирный фоамиран, либо белый, либо молочный. Как истончить фоамиран, я оставлю ссылку внизу под видео. Размер фоамирана по ширине равен ширина вашего молда плюс 1 сантиметр с каждой стороны. Для того, чтобы проглаживать большую площадь фоамирана и не резать на мелкие кусочки, я брала приблизительно ширину 2-3 молдов и добавляла по 1 сантиметру с каждой стороны. Теперь этот истонченный фоамиран я обтягиваю по губке, прикладываю к утюгу, причем утюг разогрет в режиме 3, и хорошо прижимаю по молду. Вот так в результате получается. Таким образом я обрабатываю все лепестки нужного нам размера. На молде меньшего размера я создаю 2-3 лепестка. Музыка 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 И так как фактура большого молда мне нравится больше, все оставшиеся детали фоамирана буду обрабатывать именно на нем. Так как сам фоамиран уже чем лепесток, я буду стараться попадать посередине лепестка. Музыка